Привет печникам, подписчикам нашего канала. Меня часто спрашивают, в какой краске лучше покрасить печи печеной фурнитуру. В этом ролике я постараюсь ответить на эти вопросы и показать ту краску, которой я пользуюсь. Это термостойкая краска Цирта 750 градусов и пропитка Атом Калор до 250 градусов. Этой пропиткой я обрабатываю кирпич, этой крашу фурнитуру. Также в этом ролике я посмотрю, как себя ведет лак КО-85 термостойкий. Раньше им часто пользовался, в последнее время не пользуются всем. В этом ролике я буду красить эту дверку термостойкой краской, 10 марок кирпича пропиткой и термостойким лаком. И эту банную печку пропитка Атом Калор. Потом все это нагрею, проверю на термостойкость эти лаки и пропитки. После чего сравню их между собой и сделаю свой вывод, где их лучше всего применять. Кирпича я красил пропиткой Атом Калор. Он сделан на основе косметических масел из европейского сырья. Во всяком случае так написано на упаковке. Он почти не имеет запаха и больше всего напоминает по консистенции запаху рафинированное масло. Эта пропитка выдерживает нагрев до 250 градусов. Лак крем неорганический 85, более жуткий и очень сильно пахнет ацетоном. Но после высыхания запах тоже пропадает. Полное высыхание у него происходит при температуре от 150 градусов. И окончательная термозакалка происходит при температуре 250-400 градусов в течении 15-20 минут. Примерно такие же характеристики имеет термостойкая краска ЦРТ. У нее состав и термостойкость зависят от цвета. Например, черная краска выдерживает 750 градусов, что более чем достаточно. Максимальная температура, которую я фиксировал на топочных дверцах, это 450 градусов. При этом чугун раскаляется до красна. Пока высыхает краска на кирпичах и дверце, я покажу результат обработки пропитка AtomColor банной печи, которую я сделал этой весной. После полной просушки печи на красном кировочепецком кирпиче появились высылы и он сильно потускнел. В общем, потерял внешний вид. Чего нельзя сказать и кирпичи вода, которые я оставил на углах и перекрыши печи. Так печь стала выглядеть после обработки двумя словами кирпичами. Согласно технологии, с промежутком 2 часа. После чего печь сохла еще сутки и я ее протопил до средней кондиции, чтобы посмотреть, как на нее повлияет температура. Если говорить откровенно, результат меня немного шокировал. Во-первых, цвет кирпича стал намного насыщеннее и ровнее. Пропали следы высылов на кирпиче. При этом швы вкладки на самом деле стали более прочными. И кладка получила защиту от воды и грязи. В тот момент я немного присел и начал вспоминать десятки печей, которые я мог обработать этой пропиткой и защитить их от грязи и воды. Особенно сильно жалею, что не обработал вовремя две банные печи, сделанные в общественных парных. Куда пьяные пыльщики воду подавали из тазиков. При этом половина воды попадала не на камни, а на кирпичную кладку, вымывая из нее глиняные швы. При этом печь после обработки вживую выглядит полностью натурально, без глянцев и бликов, которые дают другие лаки, в том числе сделанные на основе КО-85. Вода и грязь легко смываются с поверхности, не давая возможности ей проникнуть в пору швов и кирпича. Этот эффект наиболее полезен, на мой взгляд, будет в уличных комплексах и кирпичных трубах, где происходит частое намокание кирпича от осадков. Вернемся к нашему кирпичу. После двух слоев покраски прошло 24 часа и я убрал скотч центра. На видео видно, что покрашенные части кирпича лаком КО-85 и пропиткой имеют более темный и насыщенный вид, чему необработанного кирпича. Так называемый эффект мокрого камня. При этом на большинстве видах кирпича цвет более равномерный у атомка лора, но на черном лоде КО-85 кажется более темным. Вообще, на мой взгляд, обрабатывать кирпич лода не обязательно, так как у него плотность и равномерность окраса и так хорошие. Также он имеет очень низкое водопоглощение и сам отталкивает воду. Наиболее сильный эффект после пропитки в виде напористом кирпичей Кирово-Чепецкого завода. Для того, чтобы определить действительную термостойкость пропитки и лака, я нагревал обработанную поверхность техническим феном, нагретым вначале до 200 градусов и после до 600. Температура 220 градусов на обе краски никак не повлияла. При температуре 600 градусов обе краски начали темнеть и после почернели, что соответствует указанной термостойкости 250 градусов у атомка лора и 400 градусов у КО-85. Пока вы на экране смотрите в ускоренном режиме нагрев обработанного кирпича, быстро зачитаю, что пишут производители на своей упаковке. Никакая средняя цена у них в розничной торговле в России и по Ежевску. Лак КО-85 термостойкий. Назначение для краски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 400 градусов. Это защитное покрытие по металлу, шиферу и кирпичу. Можно смешивать с алюминиевыми и бронзовыми пудрами. Способ применения. Лак наносится на чувствую сухую поверхность кистью, распылителем или методом окунания в 2-3 слоя. Промежуточной сушкой 20 минут. Время высыхания лака 30 минут. Расход 200-250 мм при нанесении в 2-3 слоя. При необходимости разбавлять растворителем. Вообще лак КО-85 производят разные предприятия. И они почти всегда по-разному пишут свои характеристики и применения. Например, тот лак, который я показывал в ролике, разлит ООО «ВИД», «Россия», «Молгоградская область», «Станция Орловка». И у них на банке написано «Беречь от огня». То есть, скорее всего, здесь растворитель находится. Скорее всего, это ацетон. На некоторых банках этого нету. Там более густой лак. Но в любом случае, я в этом ролике именно про этого производителя говорю. Стоит у него этот лак пол-литра около 180-200 рублей. Атом Калор состав пропиточный для каменных и печных кладок. Состав предназначен для придания декоративного вида внешней поверхности кирпичной кладки каминов и печей. А также защиты их от грязи и пятен различного происхождения. Внимание! Состав хорошо впитывается в кирпичную кладку. Укрепляет швы кладки. Образует на кирпичной поверхности водо-грязеотталкивающую пленку. Обладает высокой термостойкостью до 250 градусов. Изготавливается из сырья стран Европейского Союза. Состав. Косметическое природное масло. ПАВ. Это, видимо, поверхностно-активное вещество. Делают эту пропитку в Санкт-Петербурге. Способ применения. Кирпичную поверхность очистить от грязи и высылов. Швы между кирпичами ошкурить. Образовавшуюся пыль убрать влажной ветошью. Поверхность просушить. От себя добавлю, что швы ошкуривать это непонятно что такое. Достаточно просто метелкой их промести. И вместо влажной ветоши использовать лучше всего губки, которые в автомобильных магазинах продаются для очистки стекол. Состав подогреть до 30-35 градусов. И нанести нежирной кистью при температуре не ниже 5 градусов. Выдержать 2 часа, затем нанести еще раз. Через 24 часа печь или камин хорошо протопить. А помещение тщательно проветрить. Не наносить состав на глазуревые и полированные поверхности. После окончания работ инструменты руки промыть мыльным раствором. Норма расхода на один слой 100-150 грамм на квадратный метр. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Эта пропитка делается в бутылках по 1 литру и по 0,5 литра. Средняя цена по России литровой бутылки 450 рублей. У меня в магазине она стоит точно так же 450 рублей. В общем феном мне эту эмаль на дверке не удалось повредить. Чтобы добиться эффекта я ее положил в топливник на час. Там температура примерно 700-800 градусов. В итоге все-таки краска эта частично прогорела. Назначение термостойкой эмаль Церта предназначено для защитной окраски металлических и других поверхностей, подверженных нагреванию до температуры 750 градусов. Таких как детали водонагревательного и котельного оборудования, печей для бань, саун, радиаторов, отопления, элементов выхлопной системы автомобилей. Может применяться для окраски бетонных, железобетонных, кирпичных, азбитоцементных поверхностей. С целью придания им защитных свойств от высоких температур, воды, атмосферных осадков, агрессивных средств с сохранением хорошей паропроницаемости. Способ применения. Перед применением баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 минут. Эмаль наносится с расстояния 25-30 см. На сухую, предварительно очищенную от ржавчины и грязи, обезжиренную поверхность. 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. Время сушки на отлип при температуре 20 градусов Цельсия не менее 10 минут. Полное время высыхания при температуре 20 градусов не более 2 часов. Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали. Обязательно охладите их до температуры окружающей среды. Допускает сохранение ненанесения при минусовых температурах. Состав поли, органа, силоксановая смола, пигменты, наполнители, ароматические углеводороды, метилоцетат, озонобезопасный, углеводородный пропеллент. Внимание, содержимое подавлением беречит попадание прямых солнечных лучей. Здесь тоже самое, беречит огни, огнеопасно. Также добавлю, что краска эта тоже пахнет растворителем, когда красишь. Производитель ЗАО «Спектр» Чувашской Республики. Кирпич с пропиткой я тоже решил нагреть примерно до 500 градусов в остывающей топке. В итоге кирпич уже полностью разрушился, но лак К85 до конца не выгорел. И после промывки кирпича водой отчетливо видно, где он был. Меня также часто спрашивают, можно ли делать печки без футировки топлива некошемотным кирпичом. Ответ вы можете видеть на экране. На этом ролик заканчиваю. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Тем, кто будет в комментариях писать, что это проплаченная лживая реклама, сразу отвечу. Рекламировать товар мне предлагают в среднем каждые две недели. Я всегда отказываю, во-первых, потому что предлагают всегда рекламу дряни, с которой я никогда не стал бы сам работать. Во-вторых, такие ролики мне убытков принесут больше, чем прибыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok